Тигр Тигр самая крупная из крупных кошек в мире и у этого великолепного существа с оранжевыми и черными полосами и красиво обозначенной мордой есть день, посвященный ему 29 июля Международный день тигра Библиотека номер 7 поселка Максанского лесного порта подготовила видеообзор для ребят про тигра и тигрят Предлагаем создать тигриное настроение вспомнив таких разных по характеру но одинаково полосатых героев книг О тиграх пишут хорошее и плохое настоящее и выдуманное Вообще, тигры очень популярны герой детской книжки В детстве я жил во Владивостоке где тигры порой появляются на улицах Кстати, на гербе города также изображен тигр а у группы Мумий Тролль есть альбом под названием Амба Так давным-давно называли тигра народы Дальнего Востока Мне выпала честь быть тигриным послом России в Международном фонде по защите этих прекрасных животных Так что вся моя жизнь с ними связана С удовольствием рассказываю вам о тиграх Надеюсь, вам будет интересно познакомиться с ними Так представляет свою книгу «Я тигр» об очень бесстрашном, очень могучем и очень полосатом певец Илья Клагутенко Рассказы Всеволода Сесуева основаны на его реальном жизненном опыте «Тигролов», «Повесть о мурские зверолобы», «Рассказ Золотая ригма» «Золотая ригма» о тигрице редкого окраса альбиносе с золотыми полосами На сухой черной земле устланной и сливающими листьями дремлют два маленьких тигренка Суровый лес безмолвно встретил появление на свет тигрят Но заботливая мать проявила к ним столько внимания и ласки что все опасности, таившиеся в лесных дебрях отступили от полосатых малышей Безмятежно спали брат и сестра Сестренка имела удивительную окраску Ее светлую пушистую шкурку покрывали широкие золотые полосы Этот золотистый цвет немало поразил бы и привез в восторг натуралистов Мать же не обращала внимания на редкую для тигрового рода окраску своей дочери Люди впоследствии назовут ее Ригмой Много приключений произойдет с ней Прежде чем станет она могучим зверем Владычицей северных джунглей А пока маленькая Ригма теснее прижимается к широкой лапе матери Очень повезет тем, кто отыщет издание рассказов Всеволода Цесуева с иллюстрациями Геннадия Павлешина Какой красивой предстанет на них дальневосточная природа Можно изучать растительный и животный мир в мельчайших подробностях Ведь видны каждая шерстинка животного Каждый листик травы Каждый камешек на земле Познавательная книга Юрия Аракчеева по Уссурийской тайге состоит из коротких рассказов о животных и природе Дальнего Востока Тайга, кедр, кедровка, женьшень, лимонник и, конечно же, хозяин Уссурийского края – тигр Уссурийский тигр или Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации С тиграми человеку редко приходится встречаться в тайге, но иногда можно и тигра увидеть Идет человек по таежной трубке и навстречу ему из зарослей папоротника тигр может выйти Усы топорщатся и кончик длинного хвоста шевелится как у кошки Главные героини рассказа Ольги Перовской Васька четыре сестры Их отец, охотник, однажды привез из дальней поездки тигренка, которого назвал Васькой Тигренок был совсем еще маленький но обладал бойким и любознательным характером Очутившись в доме охотника, он обошел все комнаты обнюхал в них все вещи, а потом с удовольствием вылакал молоко, которым его угостили Сестры ухаживали за тигренком и играли с ним Особенно Ваське нравилось купание в бассейне который специально для него вырыли во дворе Тигренок постепенно рос и превращался в настоящего взрослого тигра У него появились охотничьи повадки А движения стали резкими и быстрыми Любимым развлечением Васьки было разорвать подушку и ударом лапы выбить из нее перья Книгу Эдгара Запашного мои друзья-тигры с большим интересом прочитают не только дети, но и взрослые Ведь братьев Эдгарта и Аскольда Запашных Дрессировщиков тигров и львов знают и уважают все Читатель сможет, что называется, с первых рук узнать об их редкой и опасной профессии О том, откуда в цирке берутся тигры Как их воспитывают и в чем заключаются особенности работы с ними Любят ли тигры играть и почему слушаются дрессировщиков И можно ли держать дома тигренка Книга питомца зоопарка Это живая история зверей, которых воспитывала Вера Чаплина Тигрица-сиротка, одна из питомец Веры Чаплиной, воспитавшей в зоопарке много зверят На тигрице учились растить и выкармливать тигрят Но когда тигренка или взрослого тигра люди выручают из беды Его все-таки стараются вернуть в естественную среду Чтобы тайга животными не оскудела Вернулся в тайгу тигр Владик Зачем-то гулявший по улицам Владивостока Живет на свободе и приносит потомство тигрица Золушка Ее спасли люди, но она потеряла обмороженный кончик хвоста Вернуть в лес и тигрицу из Хасанского района Из трех осиротевших тигрят, бегавших по дороге и огородам Удалось спасти лишь ее Две сестры погибли от истощения Даже тяжело раненый браконьером тигренок С простреленной мордочкой имеет шансы снова жить в лесу В книге Веры Чаплиной Есть трогательный рассказ о жизни красивого бенгальского тигра Раджи Которого зимой 1925 года привезли в московский зоопарк Свирепый и гордый хищник очень тосковал по свободе Шло время, а Раджи не мог привыкнуть к неволе И каждую ночь он тоскливо кричал Но вот однажды в зоопарк привезли тигрицу по кличке Байдерка И Раджи с ней подружился Книга Ирины Зартайской «Когда твой папа тигр» Это добрая история, искрящаяся любовью маленького тигренка к своему папе В иллюстрациях легко угадываются эмоции главных героев Интересно, каково это «Когда твой папа тигр»? Наверняка это очень здорово, потому что, скорее всего, он обладает невероятными способностями Конечно, другим зверям и птицам легко ответить на этот вопрос А вот маленькому тигренку пришлось поразмыслить Ведь его папа действительно может очень много Катать на спине, как папа-шимпанзе Доставать застрявшую в ветвях дерева игрушку, как папа-попугай Играть в догонялки не хуже, чем папа-антилопа А еще он умеет рычать и охотиться, но совсем как лев Папа-тигр может быть строгим и требовательным Ласковым и нежным Он всегда такой разный Но есть одно качество, которое остается в нем неизменным Несмотря ни на что Что бы ни случилось Он навсегда останется папой для всех своих тигрят Единственным и неповторимым Очень трогательная и нежная книжка-картинка Для самых маленьких Созданная прекрасным и уже успевшим зарекомендовать себя Творческим дуэтом Авторы Ирина Зартайская и Елизавета Третьякова Превосходно передали исходящую от животных Родительскую любовь и ответственность Это идеальное издание Как для чтения перед сном Так и для коротких книжных минуток Во время совместных игр Для тех, кто любит фантастические истории Будет интересна веселая повесть Кира Булычева Два билета в Индию Инопланетный профессор Транк Вери В шкуре бенгальского тигра И его помощник в образе питона Летят к земле, чтобы изучать джунгли Индии Но корабль терпит крушение в районе детского летнего лагеря в Подмосковье И чтобы добраться до Индии Профессору придется и в цирке тигром поработать И в клетке посидеть А помогут ему девочка Юля Грибкова Мальчик Фима Королев и их креативная бабушка Книга про тигра Это веселый рассказ Классика нашей детской литературы Николая Носова О том, как мальчики отдыхали в пионерском лагере Один из ребят рассказывал им Что днем на близлежащей железнодорожной станции Останавливался состав Перевозивших животных в зоопарк И тигр забежал И вот однажды ночью Они решили отправиться в лес Чтобы доказать свою храбрость Прочитав эту веселую историю Читатель от души посмеется И узнает Чем настоящий тигр Отличается от маленького ослика Очень интересная и поучительная история Софьи Прокофьевой Приключения плюшевого тигра Произошло это все однажды утром Все началось с того, как Сережа Забыл выключить утюг и убежал гулять И любимая Сережина игрушка Плюшевый тигр вдруг ожил Сделал несколько шагов А потом запел песню А дальше Дальше начались те необыкновенные приключения О которых вы прочитаете в этой книге Читайте, изучайте Удивительный мир живой природы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok